МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Масова и видовищна Гомельщина долучилася до международной акции «Ночь музеев». Сёння своё свято отзначают супрационники физичной культуры и спорту. А зараз об этом и иншим больше подробязна. Презентация инвестиционного потенциалу региона – 10 подписанных документов на агульную сумму больше 60 миллионов долларов. Заключение погоднения в супрационнистве зурадом автономного края Воеводзена Республики Сербия. Это только некоторые выники 14-го экономичного форума, который прошел в Гомеле. За ходом его работы сочил Олег Синцеров. В этом году потенциальным инвесторам пропоновали 155 проектов, плюс больше 130 объектов нерухомости и до 200 земельных участков для ведения бизнеса. Капрачатаго, подчас подрихтовки на Агумчине пропорцевали макчимысье подписания и ощущения каких договоров непосредственно подчас работы форума. У приватности размолы идёт организация вытворчасти вафельных цукерах у Гомеле и створение вытворчасти по нанесению полимерного покрытия на металличное поверхнее на территории Мазырского района. Наносится специальное покрытие, которое позволяет 25 лет стали противостоять погодным условиям. Мы хотим промышленное крупное производство сделать, закрыть местный рынок, закрыть украинский рынок и, возможно, часть российского, часть западной Европы. На пленарном посередине старшиня Абровоканкама Владимир Дворник Агучева и Личбы за час проведения экономичного форума подписано 78 документов на сумму 2 миллиарда долларов. Больших половозах выкананы, те знаходятся у стады реализации. Владимир Дворник-Перекананный, сегодня нам необходимо повелечить долю наукоемистых галин, развивать малый бизнес и формировать инфраструктуру, якая отправляет сучастной сусветной экономице. До речи, уже непосредственно под час пленарного посередения подписывается 10 новых инвест-договоров и протоколов на огульную сумму у 63 миллиона долларов. По выручке и по ОВП на одного проживающего мы являемся лидерами в Республике Беларусь. Поэтому для того, чтобы не потерять этот статус, не потерять это высокое место, мы должны привлекать и давать возможности любому бизнесу сегодня вкладывать в наш регион. Работа экономичного форума притягивается в шести секциях, по назву яких можно мерковать об экономичных приоритетах Гомельской области. Будовництво и жилево-коммунальный комплекс, логистика и гандаль, малый и середний бизнес, туризм. Секция под номером 1 – агропромысловый комплекс. За опущенные пять годов сельская господарка региона доказала свою эффективность, а додатковые инвестиции могут дать новый штучок развития у Голины. Хозяйство отправлено в агентство, и мы сейчас их предлагаем инвесторам, чтобы они занялись управлением этими предприятиями. Это развитие этих хозяйств, производство и продукции, животноводство и растеневодство. Это использование новых пород животных, обновление стада, использование технических средств новых. Гомельская область за все-таки притрямовалася курсу на возмацнение взаимовыходных контактов и сябровских относин с высшими краинами. На сегодняшний день регион Майяка лет 200 междержавных походнений об сопрацовнице. Подчас работы 14-го экономичного форума подписывается еще один документ за урадом автономных окраев Воеводина Республики Сербия. Это самый развитый регион в Сербии, и особенно у нас большие успехи в области сельского хозяйства, IT-технологий и научных расследований. И вот здесь мы могли бы быть полезными друг другу. Сколько погоднений будет подписано по выниках работы 14-го экономического форума, походе сказать складано, уречи спочатку неопходно знакомиться с пропановыми умовами для развития бизнеса в Беларуси и максимуми выгодами. Перспективы, до речи, совсем не дрянны. В Беларуси созданы чрезвычайно выгодные институционные условия. И придя в Беларусь, вы приходите не в страну с населением, 9,5 миллионов населения, это небольшая страна по мировым меркам, вы приходите на Евразийский экономический союз России, Беларуси, Казахстана, Армении и Киргизии. Это 180 миллионов населения. И продукт, произведенный вот здесь в Беларуси, с приличной добавленной стоимостью, но не менее 50%, он свободно перемещается по всему этому таможенному союзу. Олег Сентюров, Валерий Копанько, телерадокомпания «Гомель». Перерезали червоную стушку, и в город над Сожем пришла весна. Найбойнейшую региональную выставу Беларуси «Весна у Гомелі» врачисты открыла керавництва Аблы Канкамо, представники дипломатичных миссий и замежные гости. На мероприемстве побывала и наша здымочная бригада. По традиции, в эти майские дни Центр Гомельской области перетворяется в Центр бизнес-активности. Селетняя выстава стала самой масштабной за всю историю проведения. Свою продукцию и послуги тут представляют около 300 предприемств и организаций Беларуси, краин близкого и далекого замежа. Весна у Гомелі собрала свыше 20 офицейных делегаций из 13 краин. Новинкой этого года стала организация коллективных стендов замежных удельников, каждый из которых размещаны на территории, прикладно, 50 квадратных метров. Так Феррари Селіано, засновальник итальянской компании Б2ФТ, а до дела у выставе Весна у Гомелі чакая заявление новых бизнес-партнеров и заключение коммерциных договоров. Его предприемство займается, кажучи простыми словами, поляпшением якостью материалов альбо готовых выработов. Гэта допомагает экономить гроши и модернизовать устарелую альбо зношеную линию альбо станок, а не куплять новые. Наприклад, у гэтым накерунку Селіано уже мая вопыт супрацовництва с нашим централитом. Цель очень долгосрочного сотрудничества с белорусскими местами, компаниями, предприятиями на годы вперед, это не цель приехать что-то продать и уехать, это именно создание мощного, сильного сотрудничества взаимовыгодного, когда они приносят свой европейский опыт, свой европейский know-how. И здесь в сотрудничестве с белорусскими предприятиями находят, ищут возможности для совместного ведения бизнеса. А про ша демонстрации промыслового потенциалу региона в программе выставы «Международная свято рамесника» у Гомельска весна с уделом маэстро России и Украины. Усягон на выставу собралось около 200 умельцев. Здивила и порадовала тое, что с каждым годом их творчие идеи становятся больше вынаходливыми. Наприклад, гомельский рамесник Сергей Дядок – один в Беларуси майстер, який створяет барабаны уду. И еще десятки разных глиняных выработов, которые могут упрыхожить любой интерьер. Даречи на вобан с океаны, небы с драунины. Сокрет у незвычайной опрацовцы. Потом еще молочный обжиг идет, пропитывается молоком, еще раз обжигается, а потом еще пропитывается воском на горячую. Такая технология старая. Нагадаю, выстава весна у Гомеля размещана на территории катка молодежного жилого комплекса «Сонечный». Наведать ее можно до 21 мая. Марина Джала, Валерий Гапанько, Игорь Маришенко. Телерадио «Компания Гомель». Свои 20-ти годы отзначил гомельский филиал университета гражданской обороны МНС Беларуси. Святочное мероприемство с нагодой юбилея отбылось в областном громадско-культурном центре. История навучальной установы началась в 1997-м годе. На ее створение тогда далился год 90-дюн. Напомнить в училище материально-технической базой и педагогичными кадрами за такий термин сдавалося было немогчимо. Однако маль невыкональную задачу вырошили. За 20 годов своей истории установа адукации некольки разом меняла назву. С невеликого училища перетворилася у высшейшую навучальную установу и сегодня заявляется часткой университета республиканского значения. Это визитная карточка нашего города, потому что сразу за этим потянулось, что мы создали лицей, прототип Суворовского училища. При учебном заведении создана рота почетного караула. Ни одно мероприятие и в городе, и в области не проходит без него. Ну, душа радуется, когда видишь ребят, которые уже достигли определенных высот. Я очень доволен, что я сегодня нахожусь здесь. На урочистом мероприемстве, присвященном юбилею, установы лепшие, как у супрацовники, отримали у знагороды областного и городского узровню. Со сцены прохудшал привитальный адрес от старшиней гомельского облаканкама Владимира Дворника. Свои лепшие творы выканали артисты областной филармонии и аматорские коллективы структуры МНС. Мы становимся более практикоориентированы. Программа, естественно, постоянно меняется и совершенствует. Естественно, мы хотим видеть наше учебное заведение процветающим, чтобы из наших стен выходили настоящие специалисты своего дела, которые готовы выполнить задачу любую. В Гомеле завершился 13-й международный фестиваль театрального мастерства «Славянские театральные встречи». У делу им приняли шесть талиновитых театральных коллективов из Беларуси, России, Украины и Польши. На протягу четырех дней на суд компетентного журы, критиков и обычных аматоров высокого мастерства они представляли спектакли самых разных жанров – от легких комедий до глубокофилософских и фантастичных постановок. Фестиваль – это первый за все творчая пляцовка для обмену опытом демонстрации своих напрацовок. Однако он продолжает из Поборницкий момент. В этом году было засновано семь конкурсных номинаций. Варто означать, господары сцены Гомельский областный драматичный театр отримали перемогу одразу у двух из них. У знагорода за левшую мужчинскую ролью другого плана была присуджена харизматичному актеру Юрию Мартиновичу. А в номинации «Левший дуэт» перемогли талиновитые артисты Аблдрамтеатра Анастасия Задорина и Сергей Логутенко за выполнение роли семейной пары Капулетти в спектакле «Ромео и Джульетта». В целом, как означали члены журы и критики, фестиваль «Славянские театральные встречи» все лето прошел в теплой душевной обстановке и на высоком узровне. Гомель с размахом подтримал международную акцию «Ночь музеев». Свои двери для наведывальников у города Зинацожем отшинели картинная галерея Гаурия Лавашченко и Палац румянцевых и Паскевичев. Там разгорнулася соправдное свято мостатства и прохожосте. Пропонованными гомельчанам оригинальными арт-проектами и яскравыми шоу-программами уразилась и наш корреспондент Вероника Ворошилина. «Ночь музея» у Гомеля наступила яши задолго до темы с супрацовниками картины галереи Гаурия Лавашченко по доброй традиции забавляльные мероприемствы ладились не только в выставочных залах, а и под открытым небом. Тут разгорнулся так званый город маестров со шматрикими выставочными пляцовками. Были организованы маестр-классы по керамице, живописывало заплетение. Самых маленьких гостей жакали тековые гульные конкурсы, а дорослых запросили на занятки йогой. Всю летнюю наш музей у картины галереи Гаурия Лавашченко проводили под девизом «Арт-наука». А тому одной из головных пляцовок стала демонстрация разумной робототехники и беспилотных летальных аппаратов. Своим святом организаторы мкнулись издевить, уразить и зародить на ведольника выключено добрым настроем. Мы подготовили очень огромную, интересную, масштабную программу для гамильчан, для гостей города. В нашем празднике задействовано около 300 человек участников. Мы даем возможность нашим жителям насладиться искусством. На протягу сяго вечера ладилась и яскравая концертная программа. Свято сподобалась она вот самым потребовальным на ведольника. Очень все мне здесь понравилось. И здесь так красиво. Мне тут очень понравилось, а тут по тут. Запросили на ведольников на ночь музею супрацовники Гомельского палацева паркового ансамбля. Своим гостям они пропоновали окунуться в атмосферу аристократичной роскоши и добрых манер. Тут разгорнулся креатив салон, таленты и прихильники с рухомыми гульнями и танцами, у лепших традициях баля у 19-го стагодзя. Гостям палацу Румянцевых и Паскевича упропоновали створить аутерские натюрморты со свежей садовины и отримать солодкий подшастунок за свой поэтичный талент. Доведаться про лес и таемницы вядомого княжеского роду Радзивилов, убачить, как створается портрет с натуры и отримать солоду от середневечных танцев. У гэтый вечер усе жадающие могли на вачах первого особица у дамы-кавалеров минулой эпохи, або проявить себе за настольными и карточными гульнями 19-го стагодзя. Межау для талентов тут не было. Самое главное, наверное, мы всего в этом году не забыли про наших юных прелестниц и их маленьких кавалеров. Это маленькая музыкальная песочница, где прекрасные, профессиональные, очень опытные педагоги и музыканты научат наших маленьких деток петь, танцевать, создавать собственные шедевры. Ночь в музее у Гомеля отрималась и саправды масштабный, видовичный и запоминальный. Тут каждый наведовальник мог стать богатей у ведах и уражениях. А тому сонных ночных гостей на святе заважено не было. Вероника Ворошилина, Максим Славин, телерадиокомпания «Гомель». Открытый городский конкурс вокального мастацтва «Гомель, який спевая» в другой раз проходит в детячей школе мастацтва номер 6. Удельники выступают в жанрах академичного и эстрадного вокала. Оценивают вокальные таленты детей народная артистка Республики Беларусь Галина Паулянок и магистр музыки, старшиня предметной комиссии хорового отделения колледжа мастацтва у имя Соколовского Наталья Цитова. Так само у дельника у конкурсу чакая мастер-класс члена Беларуського союза композиторов Алены Атрашкевич. Пераможца у знагородзець подчас гала-концерта городского фестивалю детячей творчасти «Веселка Талинтау». Сёння день супрацовников физичной культуры и спорту. Кожную третью суботу мая гэта свято объядновывая не только профессийных спортсменов и трэнеров, але и болельщиков, а так само тих, кто отдае перевагу активному ладу життя. Гомельское областное училище Олимпийского резерву – гэта кузня кадров для Галины. Тут отримливаются эдукацию, будучи зорки беларуского спорту. Профессийное свято в училище вырошили означать не просто урочистым сходом, а, как и треба, с поборництвами. И провели спортландую. Наставники супраць-вучняв, трэнеры супраць-спортсменов. Моцнейшаго вызначали две команды. Демонстрывали спрыт, моц и кемлевость. Титулы и ранги не имели ніяка значэння. Пачас таких споборництвав усе ровны. Галовная мета веселых стартов – умоцаванне корпоративного духу. Гэтэ, а так сама інша новіны, вы можете знайсці на нашым сайті у интернеті. Па адрасі www.tvragomil.by І на гэтым выпуск завершен. У студии працэвала Наталі Ігнатянка. Мы сочым з развіцем падзею Гомілію в області. Заставаціся з нами. Дякую за перегляд!